Всем привет, друзья! С вами Ксюша, вы на канале Ангелов Ринье. Я очень люблю быть посланником хороших вестей. Я очень люблю, когда получается, что мой обзор положительный. Это так здорово. Потому что, ну, снимать негативное, да, там, ругать, а лучше ругать матом, да, это очень хайпово, и все потом пишут, ты такой честный, не только говоришь что-то хорошее о марке, продался, продался, пофигу вообще. Потому что нужно сохранять баланс и быть реально честным самим с собой. Когда ты ради публики, ради того, чтобы нравиться публике, ругаешь хорошую косметику, ты становишься очень плохим человеком, это мое убеждение, это нечестно ни по отношению к людям, ни по отношению к самому себе, потому что ты лицемеришь или лжешь и портишь себе карму, в конце концов. Сегодня будем говорить о крымской косметике. Все прислано на обзор, но выбрано, разумеется, мной. И все продукты, которые я смогла протестировать, кое-что не смогла, объясню позже. Я всем довольна, всем довольна. Так что поехали, меньше слов, больше дела, да. Давайте будем говорить о том, что я, ну, не смогла попробовать в силу, ну, определенных причин, хотя потому что я не мужчина, я клянусь, не мужчина, честное слово, надеюсь, доказывать не надо. Для Ильи я заказала вот такие два продукта. Это гель для душа и шампунь. Мне очень нравится надпись только для мужчин. И я вам больше того скажу, мужчины очень любят надпись только для мужчин. Это как-то на них так действует, знаете, ну, типа, там, я избранный, вся фигня. Гель для душа освежает, тонизирует, бла-бла-бла. На самом деле гель для душа это условно, потому что здесь написано, что это для волос и тела. Можно мыть и свое прекрасное туловище, и волосы. Но Илья использует, разумеется, просто как гель для душа. И крымская косметика вся грешит тем, что, ну, ароматы, за редким исключением, они просто очень, вот это, знаете, натуральные, масла, гидролаты. Не все это любят. Мы все-таки люди, знаете, привыкшие к вот этим вот химозным, ну, вкусным отдушкам. В данном случае я вот так открою, чтобы аромат лучше чувствовать. Он обалденный. Когда понюхала моя мама, она сказала, что это аромат хорошего мужика. Это аромат, ну, наверное, парфюма дорогого. Очень мне нравится. Очень крутой аромат. Единственный минус, этот аромат не остается на теле на долгое время, а было бы неплохо. Пахнет очень круто. Вот запомните, гель для душа вот такой вот, ну, с зеленой вот этой вот частью. Шампунь восстанавливает, увлажняет, питает. Я говорила с Ильей, да, я ничего не могу, я не мыла этим шампунем свои волосы, поэтому ничего не могу сказать. Почему я не мыла? Потому что у меня предвзятое отношение к шампуням вот таким вот натуральным. Они мне очень сушат волосы, я не хочу рисковать. Я их тут восстанавливаю, восстанавливаю, потом тестирую какой-нибудь шампунь и все, жжжу, так вниз. Илья сказал, что этот шампунь промывает до скрипа, но со второго раза. То есть первый раз нет ощущения вот этой вот такой звенящей чистоты волос. Второй раз прям до скрипа очень хорошо очищает, но пенится слабовато, не так сильно, как, ну, вот обычные любые там шампуни мужские из магазина. Аромат такой классный, это аромат реально парфюма, это не аромат там масел, чего-то такого. То есть я все залила, у меня все в воде, Илья купался с этим шампунем, и у меня все теперь тут в воде. Это не аромат просто масел каких-то непонятных, это крутой аромат. Честно, это подарить не стыдно, вот настолько клевый запах. Вот, так что будете делать заказ себе, закиньте что-нибудь для своего мужчины. Вообще не забывайте про мужчин, правда. Они, кстати, тоже любят подарки, ну, они вот тоже, ну, как дети, да. У меня, Илья, когда я получаю посылку, тоже там, а мне что-то есть. И я очень рада говорить, конечно, милый, я про тебя помнила. Следующее, что я заказала, это вот такой вот скраб для тела, что это дом природы, отличная упаковка. Ну, это подарок, это просто вот подарок. Очень красиво выглядит. Это сахарный скраб для тела, там на сайте можете посмотреть. Есть соляные скрабы, сахарные, сахарно-соляные, кокосовые, сахарно-соляно-кокосовые, ну и так далее. Смотрите, кокосовые мне не очень нравятся, мне не нравятся частички кокоса. Ну, это субъективно. Если вы не пробовали, вам, возможно, стоит попробовать и для себя понять, ваш это формат скраба или нет, но не мой точно. Соляной скраб мне не нравится, потому что если у меня вдруг где-то есть царапины, а у меня постоянно какие-то царапины, я вообще, знаете, как вот дети со сбитыми коленками ходят, и я вечно какая-то подранок. У меня вечно какие-то царапинки. И если, не дай бог, соляной скраб попадает в эту царапинку, это очень дискомфортно и неприятно. Если у вас где-то раздражение от бритвы, например, на ножках, то же самое, это дискомфортно. Поэтому я сахарные скрабы люблю больше всего. То есть интенсивность воздействия вот этих скрабирующих частичек для меня идеально вкупе с тем, что это мне не раздражает кожу и не щипит ранки. И в данном случае, я думаю, ваниль будет пахнуть вкусно. Нет, она не пахнет вкусно, она пахнет, ну, какими-то маслами. Коробочка, ребята, если вы туда едете, или если вы хотите сделать кому-то подарок и не знаете, что подарить, вот это прям приличная штука. Серьезно. Здесь в коробочке, помимо инструкции, есть вот такая лопатка. Я ее не использовала, потому что консистенция скраба, но не для этой лопатки. Сейчас вы все поймете, я постараюсь вам показать так, чтобы не пролить все это добро. Вы видите, что это жидкое масло, видите, вот оно перетекает, я не знаю, как показать, чтобы тут не залить весь пол. Жидкое масло в сочетании с некрупными частичками сахара. То есть, эта лопатка в принципе не нужна. Я вот возьму скраб рукой, вот немножечко, видите, на пальчик, и нанесу на руку. Действие скраба офигительное. Он некрупный, он такой скорее полирующий, но он очень хорошо работает на бедрах, на боках. У меня просто места, где очень большая жировая прослойка, ты там не можешь понять, насколько скраб интенсивен и хорошо работает. Вот прям все отлично. Обалденное ощущение, не хочется мазаться кремом, и я не мажусь кремом после него, потому что он на масляной основе, салфеточки, он на масляной основе и прекрасно питает кожу. Очень хорошо, очень хорошо. Прям, ну, действительно приятное ощущение. Легко смывается, не то, что кофейный скраб, да, который тут оставляет за собой везде этот жмых, и, ну, как бы, да, это не очень эстетично. Здесь все здорово, кожа после него сказочная, она такая выровненная, напитанная, классная. Все здорово. Но где запах ванили? Я даже не знаю, чем он пахнет. Вот, я не знаю, чаем с сахаром, я не знаю. Ну, я люблю, когда скрабы вкусно пахнут. Я его однозначно добью до конца. Да, что там добью, прям, как будто прям проблема. Нет, я его использую до конца, но я хочу вкусный аромат. Я считаю, что я имею право, если написано, что это тут с ванилью, вот, я считаю, что я на аромат ванили могу претендовать. Тем более, слушайте, капнуть ароматизатор ванильный, да, ну, или добавить какую-нибудь ванильную эссенцию, если мы боремся за натуральность, это еще не проблема. Зато люди были бы довольны. И вообще, аромат ванили, это один из таких базовых ароматов, который нравится огромному количеству людей, который вызывает привыкание, который вызывает приятную ассоциацию людей. То есть, ну, почему его не использовать? Вот, я бы на их месте, вот, прям, поднапряглась бы. Масло для волос. Это интереснейшая штука. Прошу сейчас прям ваше внимание все на меня, потому что, ну, правда, классная вещь. Масло для волос ультрапитательное. Ну, запоминайте упаковку. Ну, плюс ссылка будет внизу, разумеется. Это целый комплекс натуральных масел для питания ваших волос. Их нужно нанести, желательно, ну, это стандартная схема под пленку, под полотенце. От получаса воздействия нужно этих масел, да, выдержать. Либо, что еще лучше они тут пишут, на всю ночь. Ночь, конечно, это много. Я ходила часа три, наверное. Как я это делаю? Я делаю хвостик. И только на хвостик наношу масло. Потом это все упаковываю и заворачиваю в полотенце. Ну, сейчас, наверное, и не видно ничего, потому что все-таки дома сухой воздух от кондиционера. Волосы обалденные после него. Волосы висят шторкой. Ну, то есть, они такие напитанные и тяжелые, что они висят шторкой. Классно. Классное воздействие на кончики. Почему я вообще это масло заказала? Да потому что здесь на первом месте не кокосовое, как везде обычно идет, а миндальное. Ну, вот давайте я состав прочитаю просто для интереса. Масло холодного отжима горького миндаля, макадамии, кокосовое. То есть, кокосовое масло на третьем месте. Оно здесь есть в достаточном количестве, но не на первом месте. Эфирные масла. Гвоздики, корицы, иланг-иланга, лимона, розмарина, пачули. Ребята, действуют обалденно. Единственное, что я не могу с консистенцией подружиться. Смотрите, видите, здесь белое плотное. Когда оно мне пришло, оно было жидкое полностью. Тут написано, что при температуре ниже 25 градусов оно застывает. Ну, это, да, кокосовое масло так действует. В холодильнике оно, разумеется, застынет. При температуре не выше, там, ну, допустим, 36, да, оно где-то вот так вот, типа муссовую консистенцию сохраняет, такое вот, как сливочное масло подтопленное. И, ну, полностью жидкое, когда температура высокая. Ну, смотрите, у меня оно очень четко делится на разные фазы. То есть, здесь есть белая плотная часть и есть жидкая часть, которая вот это вот плавает тут по контуру. И когда наносишь, непонятно, что, зачерпывать эту плотную часть, топить ее в руках, то есть, как наносить, не очень понятно. Поэтому, может быть, лучше действительно его держать в относительном тепле, для того, чтобы оно было вот такое вот жиденькое, чтобы оно все было равномерно перемешано. Классно действует. Обалденное масло. Если вы что-то ищите, супер. Я не говорю, что вы не в состоянии смешать все эти масла дома сама. Смешивайте. Но я гарантирую, что у вас выйдет дороже. Если купить хорошие масла, вот все те, что там перечислены, и замешать дома самому, вам это все выйдет гораздо дороже, плюс вы еще и время потратите. Этого масла хватит очень надолго. Вы его наносите, напоминаю, только на кончики, только на длину. И выдерживаете. Все отлично. Разносится, как любое масло, роскошно по волосам. То есть, ну, проблемы никакой нет. Супер, 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 супер. Следующая интересность – это мицеллярная вода. От Крымской Розы. Я пробовала мицеллярный гель. Я вообще не поняла фишку мицеллярного геля. Вообще! Ну, не понимаю я, зачем густить то, что прикольнее использовать жидким. Не понимаю. Но, возможно, это я просто не доросла. Я когда-нибудь пойму и скажу, гель – это же счастье. Смотрите. Это мицеллярная вода. Вот в такой упаковочке с помпой. Видно или нет? Я не понимаю. Отсвечивает или нет? Здесь помпа. То есть, вы берете ватный диск, кладете, нажимаете. Но вот тут у меня какая-то проблема. У меня брызгает оно во все стороны. Помпа работает хорошо, в том плане, что очень интенсивно выдает продукт под таким напором. Что касается самого продукта. Обалденная мицеллярная вода. Никакого раздражения не вызывала. Никакого. Хотя вы знаете, да, что у меня проблема с глазами сейчас. Я очень внимательно отношусь ко всем продуктам, которые вообще мои глаз касаются. Отлично. Никаких претензий. Макияж с лица снимает суперский с губ. Суперский с глаз. Суперский. Никаких претензий. Вообще. Отлично. Здесь сколько же? Сколько, сколько, сколько? 200 мл. Слушайте, такая банка увесистая. Кажется, что больше. Здесь 200 мл на основе гидролата розы. Классно. Мне почему-то кажется, что оно подойдет для чувствительной кожи. Рекомендуется для ежедневного ухода за кожей лица, шеей и декольте. Ну, собственно, так и происходит. Очень классно. И здесь указано, что при необходимости смыть водой или тоником. Я всем бы рекомендовала мицеллярную воду смывать. Не оставляйте ее. Но это все равно павы. Это, ну, смывайте мицеллярную воду. Это не цепляйтесь за слово вода. То есть, ну, это не вода. Я не говорю, что смывать надо водой из-под крана. Вы можете действительно тоником каким-то смыть и так далее. Но смывать нужно обязательно. Следующее, что меня покорило, что я думаю для вас в новинку. Я думаю, что если я такой продукт не видела, то, наверное, и вы. Хотя, кто его знает. Смотрите, крымский натуральный бальзам с чайным деревом очищающий. Вот такая вот банка. Здоровая, увесистая. И вы скажете, что за очищающий бальзам? Для чего он? Ничего же не понятно. Это бальзам от воспалений, прыщей, акне, прочих каких-то непонятностях на коже. Банка огромная. Вот это реально на тысячу лет вам, вашим соседям. Это, знаете, на класс средней школы можно покупать и всем пользоваться. Это шутка, конечно же. Вот такой вот бальзам, он плотный, но он тает от прикосновения. Сейчас я вам прочитаю состав и вы восхититесь. Итак, здесь, кстати, 50 грамм, это очень много. Масло ши, масло виноградной косточки, воск, кариофилен натуральный, понятие, не имею, что это. Это полиглицериды жирных кислот, масло зародышей пшеницы, эфирные масла чайного дерева, розмарина, лимона, можжевельника, экстракт лимонника и зеленого чая. То есть все успокаивающие противовоспалительные компоненты с антисептическим эффектом. Эту штуку необходимо нанести на место воспаления. И написано, что лучше оставить на ночь. Действительно лучше всего работает ночью. Снимает покраснение, уменьшает область воспаления. Конечно, если у вас уже гнойный, вот как у меня сейчас проблема с гнойными прыщичками, ничего с ними уже не сделает. Но когда у вас только над поверхностью кожи появился воспалительный элемент, еще ничего не понятно, что из этого будет, какой-то подкожный прыщ или что это вообще, наносите и проходит все очень быстро. Но я правда там не пальцем растапливаю, я вот так вот ногтем зачерпываю, но по-моему тут видно, какое оно у меня тут с выщерблинками какими-то, как российские дороги. Ногтем цепляю и наношу на лицо, и на лице оно уже растапливается. Классно его, не видно, ну как какое-то просто маслечко нанесенное. Супер, супер. Кто борется за натуральность, кому не нравится исключительный подсушивающий эффект у вот таких вот локальных средств, посмотрите на вот такую штуку, возможно вам правда подойдет. Потому что все средства для локального применения, они адски сушат кожу в одной точке. И потом вы долго боретесь с прыщом, потом долго боретесь с шелушениями, вообще постакне. Вот это средство очень мягко работает, оно не вызывает пересушивание за счет того, что оно на маслах. Вот это находка, оно про все отсвечивает вам еще непонятно, но смотрите на вот эту коробочку. 50 грамм. Это очень много. Крутая штука, крутая. И здесь написано, очищает кожу, уменьшает проявление акне, выравнивает цвет лица. Ну наверное про выравнивание цвета лица, имеется в виду, что если была красная воспаляха, она становится, ну не красной, да, но наверное вот это имеется в виду. Круто, круто, круто. Следующее, я должна была, наверное, вам его показать вот так красиво в упаковочке, но я эту упаковочку порвала, поэтому смотрим вот так. Бальзам для ног, мягкие пятки. И здесь в составе, здесь написано с маслом органы, в составе, а состав надо вот здесь, наверное, читать. Масло ши, какао, кокоса, виноградный косточек, органы, пчелиный воск, экстракт розмарина, ромашки, эфирное масло шалфея, лаванды, витамин Е. Все, ничего в составе. Обычно все вот эти средства для пяток, интенсивные бальзамы, они включают в себя минеральное масло. Все, там, ну почитайте состав, там парафин. Единственное, что я не согласна с производителем по технологии применения, да. Это, посмотрите, вот такой вот бальзам. Вот эту дырку, это я уже сделала. Как они нам предлагают использовать? Они предлагают выдавить эту штуку, то есть как, использовать как плитку, да. Вот так вот вытащить, взять в руку, нанести на там пораженную пятку и все, да. Да, ну это просто смягчающая штука, да, вы понимаете. И все, положить обратно. Ребят, так не надо делать. Посмотрите, какая консистенция, посмотрите, какое оно мягкое. Вы потом обратно ничего не засунете. Поэтому я предлагаю вам отсюда выковыривать пальчиком и использовать. Какая-то наикрутейшая вещь. Сначала мазала пятки, честно вам признаюсь, два дня, наверное, потом все. Я стала мазать только локти, потому что пятки уже не нуждались в таком интенсивном воздействии. А локти, да, вот сейчас локоток и намажем. Очень мне нравится. Аромат, конечно, ну вот то, что там заявлено в составе, но по мне это аромат просто розмарина. Я больше всего чувствую розмарин. Очень крутая вещь, очень крутая вещь. У кого, как у меня, простите за подробности, ну это у меня не трещины на пятках, как мне сказал мастер по педикюру мой, а заломы. Вот у кого заломы, я думаю, это от избыточного веса, то, что такое воздействие, да, давит масса такая. Вот тем супер подойдет. Очень крутая штука. Нужно совсем капельку. Расходится в руках идеально. Суперище, суперище. И по составу огонь, и вообще. Мазать можно куда угодно. То есть, ну, это там бальзам для пяток. Но вы же понимаете, что это не только на пятки можно мазать. Летом пятки нуждаются в интенсивном увлажнении. И у меня сейчас пятки нуждаются, потому что у меня нога на пятке стоит постоянно. Да, газ, тормоз, газ, тормоз. У меня нога стоит на пятке. И я смотрю, что на правой ноге пятка страдает больше, чем на левой. И уход, конечно, нужен. Особенно летом. Да и зимой. Что там говорить? Сейчас у нас не те времена, когда там педикюр, значит, только летом. Сейчас все ухаживают за своим телом круглогодично. Это нормально. Так и должно быть. Следующее средство тоже бальзам, который я не смогла попробовать, потому что у меня просто нет варикозы. Я его брала для свекрови своей. Это крымский бальзам от варикоза. Так и называется. Вот такая упаковка. Я вообще не вкурила, как ее открывают. Поэтому я вот так вот выдавливаю. Потом уже свекровь сама разберется, как открывать, честно. Можно я вот так покажу. Железная баночка, небольшая. И здесь внутри бальзам. Я его так трогала рукой. Пахнет очень интенсивно маслами. И я надеюсь, что моей свекрови поможет. Он желтый в баночке, вы понимаете, да, что он масляный. И он расходится, становится прозрачным на теле. В составе. Сейчас прочитаю вам, если найду. Эфирное масло розмарина, ментол, экстракт софоры. Что это такое, непонятно. Плодов каштана. Вот каштан, это очень штука полезная для вен. Масло зародышей пшеницы, примула вечерний, пчелиный воск, масло какао и ши. Ши. Вот. Я надеюсь, что моей свекрови подойдет. Она все время в поиске хороших средств для вен. И, ну, короче, она использует. Нам потом с вами расскажет. Я уже смотрю, что она говорила на такое огромное количество времени. Ну, а что делать? Что делать? Здесь все такое интересное. О всем хочется говорить. Следующее, что я вам покажу. Генезис Гиалурон. Гель косметический для интенсивного увлажнения царства ароматов с 25 лет. Это жидкое средство, которое по мне как сыворотка работает. Как сыворотка или как стартер корейский. Посмотрите. Вы видите, жидкое какое средство? Я не давлю. Вот я не давлю. Смотрите, оно пассивно вытекает. Это очень легкий гель. Это, ну, как вода. Посмотрите. Как вода. Вот он течет. Видите? Который роскошно увлажняет кожу и может работать как сам по себе, так и как сыворотка под крем. Я использовала и так, и так. Мне нравятся оба варианта. Очень крутой, увлажняющий, легкий. Это на лето то, что нужно. Практически не имеет аромата. Ну, тоже, да, с чем сравнивать? С вот этими пахучками, да, с эфирными маслами. Конечно, оно тут не имеет аромата. Очень классно увлажняет. Очень успокаивает кожу. Нужно на все лицо плюс, там, не знаю, декольте 3 капли. Потому что разносится как вода, но при этом нет ощущения сухости. Вот, например, если сравнивать с Новосвитом, с их гиалуроновой сывороткой, да, вы ее нанесли на лицо, и лицо сухое все равно. Нужно что-то еще добавлять. Вот после этого даже ничего не нужно. 35 грамм можно как сыворотку, можно как самостоятельное средство. Очень, очень, очень. Я довольна. И эта штука актуальна будет не только летом, но и в межсезонье, и зимой, и вообще. Так что я буду использовать. Я прям рада. Чуйка все-таки у мамочки работает на хорошие средства. И сейчас я вам покажу последние средства, которые у меня есть, которые мне понравились. И все, и мы закончим, наконец-таки. Два бальзама для губ. Вот в таких тубах. Это бальзам для губ шоколадный пудинг и бальзам для губ козье молоко. Терпеть не могу, когда мне пишут, что вот будет вкусно пахнуть, да, вот, ну, название заявлено, что-то такое. А в итоге запаха как такового нет. Сразу о минусах. Эти бальзамы не закручиваются обратно в тубу. То есть, если вы выкрутили, вы обратно будете грузить, они не заползут. Если вы попытаетесь нажать на стик, ну, да, как некоторые бальзамы так работают. Нажимаешь на стик, оно раз немножко присело. Здесь это так не работает, вы только стик сломаете. По увлажнению, для меня это сейчас как кармекс. Только кармекс печет губы и противный, а это не печет и хорошо увлажняет. За последнее время, это, наверное, лучшие бальзамы для губ, которые ко мне попадали в руки по воздействию. Но по упаковке, по, не знаю, по вот этому, как сказать, вот, ну, консистенции вот это, посмотрите, оно мягкое такое, мягкое, оно как, не знаю. Короче, в сумке носить его нельзя. Вот я вам сразу скажу, он у вас на жаре расплывется. Дома можно использовать, я использую, у меня возле компьютера стоит, мне нравится. Аромат у козьего молока ничем. У шоколадного пудинга, который я, кстати, испортила, сейчас вам покажу. Видите? И вот там он. Ну, я вытащу, потом что-нибудь сделаю. Здесь легкий аромат какао, если вы прям в нос вот так засунули, тогда ты его чувствуешь. По качеству они офигительные. Ну, вот это вот, я бы на месте производителей поигралась бы с формулой. Попробуйте сделать его плотнее. Это будет удобнее, потому что у нас, ну, жара здесь на юге и вообще. Летом, знаете, очень часто где-то жара может быть. И, ребят, ну, правда, он же растает в сумке. Он, ну, не выдержит температур. Хотя, обалденный. Вот, серьезно, по воздействию на губы, вот я сижу в матовой помаде уже достаточно долго. Ребят, я ее смою, я нанесу этот бальзам, я вообще забуду о том, что нам не было какая-то помада. В каждом стике по 6 грамм, это достаточно много, но они очень мягкие. Вот это их минус и аромат их минус. Воздействие у них огонь просто, они суперские. Последнее средство, но не последнее по значимости, я его оставила напоследок, потому что я вечно руки что-то там тру, что-то там салфетками вытираю и думаю, в конце увлажню вот этим средством. Это средство алоэ вера, сливки косметические для ухода за кожей рук. Вот это сливки, молочко, бла-бла-бла, это все понты для нас с вами, чтобы мы покупали. На самом деле это просто легкий, приятный крем для рук, вот в такой упаковке с дозатором, с помпой, очень удобно. По составу, после воды на втором месте идет сок алоэ, действительно, очень классно. И оливковое масло потом, и масло абрикосовых косточек потом, а затем кукурузное масло. И только потом глицерин, то есть вы понимаете, да? То есть уровень питания этого крема для рук будет однозначно гораздо выше, чем у какого-нибудь, я не знаю, там бархатных ручек, любого сетевого. Здесь 150 грамм, не так много, ну и цена у него, знаете, не 3 копейки на самом деле. Посмотрите, выдавливаем. Очень жидкая текстура, то есть вам может показаться, что плотно? Нет. Он такой жиденький. Аромат отвратный, вот прям отвратный, мне не нравится. Это аромат какого-то эфирного масла, я не знаю какого, мне не нравится. Но мама сказала, ничего страшного, за счет такого эффекта можно и потерпеть. Руки после него сказочные. Я бы это средство использовала в салонах где-нибудь, когда нужно руки увлажнить быстро клиенту, при этом, чтобы не было ощущения пленки или не было ощущения перчаток, и впитывалось быстро, потому что вода в условиях салона, ты не будешь 2 часа ждать, пока оно там впитается и так далее. Обалденно. Ну я не смогу вам показать, просто верьте на слово. Круто. Запах отстой. Мне не нравится. Но по эффекту супер. Запах, почему я говорю, что запах отстой, там, да, чтобы вы были к этому морально готовы. Хотя, когда я рукаю аромат, мне потом в личку пишут, Ксюша, ну что аромат был хороший, а что ты там его ругала. То есть, ну это абсолютная вкусовщина, но по воздействию на руки супер. Если обычный крем какой-нибудь, я могу там и 5, и 6 раз в день намазывать, здесь действительно, вот чаще 2 раз в день я его не использую, потому что просто не нужно. Такое ощущение, что у него пролонгированный какой-то эффект, точнее не то, что ощущение, я уверена процентов на 95, что это именно так, потому что даже после контакта с водой или контакта с бумагами, руки не сухие. Это очень ценно. Короче, вот так вот он выглядит. Запоминайте, очень крутая вещь, я довольна. Чем больше я узнаю крымскую косметику, тем больше я влюбляюсь. Не во все продукты, разумеется. Такого вообще не бывает, чтобы, знаете, там, все продукты были идеальными. Даже корейцы, их косметика не идеальна, хотя звездных продуктов много. Также с крымской косметикой. К ней нужно привыкать, нужно привыкать к ароматам, потому что если вы, как и я, человек воспитанный, ну, вот этими вкусными отдушечками, да, чтобы жвачками пахло, то, конечно, это немножечко так, ну, дискомфортно. Но, когда вы пробуете и осознаете эффект, и понимаете, как этот косметический продукт воздействует на вашу кожу, например, вы все прощаете. Спасибо, что были со мной. Я очень сильно вас всех люблю. Желаю вам хорошей, рабочей, действующей косметики. Желаю вам любви, гармонии, спокойствия. И желаю, чтобы ваши любимые блогеры не снимали огромные видео, которые вы просто не успеваете посмотреть, пока утром пьете кофе. Вы у меня самые хорошие, никогда не забывайте об этом. Я очень сильно вас люблю. Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok